Да, приветствую, Владимир. Здравствуйте, Хросай Магамедович. Здравствуйте. Приветствую. Ты замечательный текст мне тогда написал. Ты знаешь о том, что на самом деле очень мало людей обращают внимание на этой нашей последней книге, именно на это, о чём ты сказал. Ты как раз школьный учитель, и ты сразу обратил внимание, ты очень талантливый учитель. Давай, пожалуйста, скажи ещё раз, что ты там мне писал. Что я вам там написал? Значит, я приступил к чтению вот этой книжки, новой. Только-только приступил. Значит, стал её читать. И где-то вот на сороковой странице буквально несколько строк. Да. Да, вот несколько строк меня очень сильно впечатлили. Так. Строки о том, что... Дети... Вместо того, чтобы детей успокаивать, что ли, да, вот когда они двигают ногами во время уроков, там, вращают головой или руками, это всё можно превратить в зарядку для них. Вот, причём в управляемой. То есть вместо того, чтобы как бы не думать об этом, да, а наоборот дать детям понять, что эти движения, это естественно в условиях умственного напряжения, в условиях волнения, в условиях стресса. И это ещё ладно просто понять. А то, что это можно превратить в гимнастику, и то есть они это могут, движение взять домой, например, да, потренироваться дома, поделать какое-то время. И это меня очень впечатлило, Хасай Магомедович. Вот почему я учитель начальных классов. Вот я с первого по четвёртый класс сейчас, вот в этом году у меня выпущен был четвёртый класс. И пошёл я работать в школу пять лет назад, именно в начальную школу, озабоченный здоровьем, сохранением здоровья своего сына. Я в начальную школу пошёл, чтобы учить своего сына. Потому что я знаю, что если ребёнка обездвижить, вот если ребёнок будет во время рукой сидеть, не двигаться. Неподвижно, да? Да, неподвижно, как это очень часто сейчас принято, это на самом деле не есть хорошо. И я-то обучал по особой методике, и в первый год обучения у нас, конечно, было очень много движения. У нас так обучение построено, что дети не сидят так вот закрепощённо, там 40 минут, вот так надо сидеть. У нас не так было. Но потом уже второй, третий, четвёртый класс, там вот это учебники, там классические уроки. И вы знаете, я три года думал, что же, вот с одной стороны, дети должны двигаться, дети хотят двигаться, у них естественно во время занятий. Ну, конечно, да. Да, да. Я-то чем могу помочь в условиях, когда, как вам объяснить, когда желательно сидеть детям. Ну, то есть дети же должны слушать, вот у меня в классе... Должны быть сосредоточены. Сосредоточены, да. Не отвлекаться, не теребить себе там голову, там... Да, да, да. Не дёргаться, да. 29 детей в классе. Естественно, и самое меня вот что удивило, вообще, чем больше я ключ изучаю, осваиваю, тем больше для меня открытий, каждый день буквально. И действительно, я вспоминаю свои уроки, у каждых детей, у разных детей разные движения. Одни будут вот ногами болтать, другие вообще захотят встать, подвигать плечами, кто-то головой поворачивает. Вот я даже себя в школе вспоминаю, я не мог долго сидеть. Нет, действительно, там... Ты тоже не мог, я просто с ума сходил, надо было 45 минут сидеть и так несколько уроков, а ещё и не выспавшийся, если ребёнок, это с ума может сойти. Хочется выйти с урока, размяться там. Да, да, да. И знаете, физкульт-минутки мне помогают. А я тебе скажу, Володя, я помню по своей школе, когда я учился, помню, значит, дети сидели неподвижно, а потом, как только перемена, они как горох выпадают. Да, да, да. И вот там, кто за пирожком покушать, кто во двор там побегать, это вообще как горох выскакивали, да? Да, да, да. И вот, значит, ну вот то, что это можно превратить, естественное желание, инстинктивное, рефлекторное желание детей превратить в индивидуальную зарядку, вот для меня, я честно скажу, я думаю, ну ничего себе мысль. Ведь я могу, как учитель, наблюдать за каждым учеником, у каждого свои движения, и потом уже каждому из них дома порекомендовать свою зарядку сделать. Из этих движений, пожалуйста, делайте. Это будет синхрогимнастика. Настя, конечно, да, 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 да. Вот, и, а тут ведь еще, знаете, тут же можно еще с учетом возраста еще как-то учесть, да, потому что там для семи-восьмилетних у них там все равно свое, там у десяти у них все равно уже другие движения. Ребята постарше, у них тоже уже там другая потребность. Вот, я удивился, я вам об этом написал, думаю, вот ничего себе, оказывается, и я понял, что это важнейший элемент здоровья сбережения в школе. Это наиважнейший. Вот не закрепостить вот эти движения, не остановить их, а именно управляемыми сделать. Ну, конечно, чтобы они осознанно этим пользовались до своего блага. И для того, чтобы во время урока психологическая атмосфера хорошая была в школе, чтобы учителю легче было с ними. Да, да, и причем вот в последние дни я понял, что для раскрепощения не обязательно даже эти движения делать. То есть достаточно до этого хорошо поработать с ними, а потом вспоминаешь просто те ощущения, которые были при выполнении тех или иных упражнений, и уже раскрепощаешься, уже становится тебе хорошо. Вот это, конечно, потрясающе. Вот поэтому я тебе хочу сказать, как хорошо, что ты в этой книге заметил эту особенность. Так она там буквально… Потому что в каждой книге у нас есть новое, в каждой книге есть новое, и это очень важно, что ты именно как учитель заметил эту особенность, потому что сейчас как раз-таки у нас происходит переломный момент, когда всем людям на планете нужно научиться управлять энергией напряжения для решения нерешаемых вопросов, чтобы быстро соображать. Ну а люди не знают, очень много невнимательных людей, и поэтому очень хорошо, что ты мне об этом сейчас рассказал. На самом деле об этом мире ни в одном методе мира не указано и не существует. Поэтому у нас и называется «Школа Человек Будущего». Именно мы как раз-таки в данном случае с тобой вместе как раз-таки создаем наше лучшее будущее и наших лучших детей, чтобы они были способны, здоровы, счастливы, и с родителями было легче. Тут даже ведь включается такой изобретательский элемент. Именно, именно, именно. Они начинают лучше соображать. Да, они же будут сами изобретать для себя. У нас же как примета? Вот, значит, гимнастика, значит, в школе, да, это вот есть комплекс каких-то упражнений, движений, чтобы дети повторили, а тут… Понятно. Поэтому я вообще соединил вот эти понятия. Дело в том, что культура у нас – это было одно, а физкультура – это другое. На самом деле мы сейчас говорим о том, что человек по своей природе творец, и когда он так слишком специализировался в гимнастике, потом в танцах, потом в пении, слишком специализировался, забывая свои общие базовые творческие начала, как регулировать свое состояние, как снимать лишний стресс, как проблему противоречий внутренних между сознанием, подсознанием и организмом. Ну да, это целая история, конечно. Я тебе очень благодарен, Володя. Ну, а я вам еще вот за это благодарен. А-а-а! Узнаете? Слушай, да-да-да-да, это синхрогимнастика там. Да-да-да. Я тут подумал, а что если меня будут в школе спрашивать, что же мы тут такую синхрогимнастику делаем? А я скажу, вот смотрите, я сейчас страницу, конечно, не помню, я скажу, а вот есть такой учебник 10-го, 10-го класса. А там картинки наших упражнений, конечно. Да, а я его специально заказал, вот он ко мне, этот учебник недавно пришел, я думаю, ничего себе. Слушай, ты мне тоже подскажи, где это заказать, потому что мне профессор Матвеев тогда сказал, что вышел учебник, вышел. Да, и я не могу никак его приобрести. Ну, я все книжки заказываю сейчас через Лабиринт. Отлично, отлично. Ну, ты мне там потом напиши отдельно, чтобы я мог заказать, чтобы я тоже мог всем показывать. Потому что я всем показываю первый учебник профессора Матвеева, сейчас покажу, который был первый. Это было много лет назад, и там он впервые указал про метод ключ, что методом ключа можно использовать метод ключ для того, чтобы аффекты регулировать. Вот первый учебник, в котором он указал. Здесь просто про метод ключ, про меня написано в этом учебнике, что этот ключ сдает. А сейчас он в 2019 году. Это же ты сейчас показал учебник 2019 года, да? Москва, просвещение, написано 2021 вообще. А, 2021, ну это уже переиздание. Да, да, да. И вот сейчас я покажу, вот сейчас я покажу, как профессор Матвеев мне здесь подписал Анатолий Петрович, который гости создает по образованию там и так далее. Он написал, дорогую Хасаю Магомедовичу, знак искренней дружбы и благодарности за возвращение здоровья, он написал. Ну, это мы не будем сейчас. А вот я нашел, кстати, вот они. Да, вот эти. Я очень люблю Анатолия Петровича, нашего профессора, мы с ним много лет дружим, много лет дружим. Он такой просто выдающийся профессор. Я, кстати говоря, тоже работал, ты сказал слово здоровье и сбережение. Я работал профессором Нижегородского института развития и образования. Именно на кафедре здоровье и сбережение. Несколько лет там, в Нижнем Новгороде, да. И мы всех педагогов этому учили, и ездил я по всем весям там, в Нижегородской области, и всех там обучал. И многие там мне приветы посылают. И я всем сейчас приветы посылаю. Очень хорошие педагоги там. Да, ну вот я вам скажу. И наша завкафедра была Гладышева Ольга Семеновна, я ей тоже привет посылаю. Вот я вам скажу о современном представлении здоровья и сбережения. Это, конечно, ой, этим надо заниматься, честно говоря, потому что на тех же педсоветах, например, школьных, поднимается вопрос. Как бережем здоровье детей? Ну как бережем? Форточки открываем. Понятно. И так далее. Это тоже важно, да. Да, да, да. Но этого недостаточно. Вот. А вот это, конечно, это здесь будет посередине дело, да. Так что мы делаем прорыв вперед. И дело не только в том, что это уникально, а дело в том, что это уникально полезно. Да, спасибо тебе, Владимир. До следующей встречи. Ты знаешь, наши ролики с тобой смотрят очень много народу. Им всем очень интересно. Спасибо тебе, Владимир. Мне есть что рассказать, и с удовольствием. Всего хорошего. И дома приветы всем. Я знаю, что ты всю семью свою научил. Да. Ой, я же вам самое интересное не сказал. У меня же сыну полтора года. О, да, да. Про него я еще не рассказывал. А тут на днях он стоит, и что-то у него настроение поднялось. И давай шалтай, болтай. Туда-сюда. Я супругу спрашиваю, он что, видел, как ты выполняешь? Возможно, говорит. Но вот у него вот это естественно, и вот там стоит. Думаю, ох, как интересно. Полтора года всего. Не сделают инстинктивно, потому что все наши приемы мы же не придумали. Это сама природа в ней говорит. Мы только это осознали, и всем это объяснили. Спасибо, Владимир. До встречи тебе. До встречи. Спасибо.